Сегодня в ушне с первого по одиннадцатый класс собрались за партами, коб разом перенестися в годы Великой Айчинной войны. Задача – выучить и обмерковать звездки об трагедии, якая навечно застанется в наших сердцах – трагедии везки Хатынь. Больше за 80 годов тому час там спынился. Населенный пункт был литерально знищен с географичной карты нашей краины. Я узнал про то, что выжило всего лишь 6 человек, и самому мне было страшно. Хатынь – сборный в образ усих спаленных катами везок нашей родимы. Больше за 10 тысяч населенных пунктов Беларуси не отродились уже Николи. Сегодня в мемориальном комплексе Хатынь у годовину трагедии узгадывают ахвяр нацизму. Убаченная тут застается у сердца назовжды. Вместе с классом мы посещали мемориалы Хатынь. На самом деле это очень жуткое место. Гнетущая тишина разрывает сердце. Каждый час там звонят колокола. И от этого еще страшнее. Вспоминаешь жизнь, которая могла там быть, и которая могла бы продолжаться далее, если бы не каратели, и если бы они не уничтожили всю деревню в один день. В учреждениях образования города Гомеля проводится очень много мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Сегодня, 22 марта, день хатынской трагедии. Это один из многих дней памяти, которые наши учащиеся должны знать. Мы рассказываем нашим детям о истории, о значимых событиях Великой Отечественной войны, о трагедии, ну а также о подвиге наших советских людей. Памятные мероприемства у хатыни будут протягиваться у весь день. На мемориальный комплекс организованы специальные маршруты со столицы. Олеся Заяц, Дмитрий Котов, Сергей Жиленко, телерадиокомпания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова